День добрый, с вами Смирнова Ирина. Сегодня мы в режиме реального времени будем создавать вот такую страничку, которую вы видите сейчас на экране. Она создана на шаблоне «Хестия». Тема самой странички – это 10 обязательных плагинов для блога на WordPress. Я сделала всю подготовку для этой странички, которая заключается в том, что я нашла в Яндексе картинка вот такую картинку. Она посвящена строительству, так как мы знаем, что плагины в первую очередь участвуют именно в создании определенных коммуникаций, как вот коммуникации у здания, так плагины создают коммуникации для вашего блога. Поэтому и тематику я выбрала именно строительную. Посмотрите, само изображение на белом светлом фоне в определенных тонах. Обратите внимание на его размер. Вот именно такой размер я скачала. То есть, чем больше у вас картинка, тем лучше она будет отображаться в хедере вашей странички. Дальше я подготовила вот такую вот форму. Эту форму я подготовила на рассылщике «Сэнд Пульс». Я сохранила и получила код этой формы. Я подготовила вот такое изображение. Готовила я его в PowerPoint. Это изображение создала на белом фоне. Опять же, со строительной темой. Фон сделала светлый. И само изображение сделала светлым для того, чтобы хорошо читались надписи на этом изображении. То есть, здесь я такую выгоду небольшую показала для человека, который желает создать свой блог. То есть, вот такое изображение у меня готово для создания нашей странички. Еще один момент, на который я хотела обратить ваше внимание, это то, что эта страница создана именно на опции «Страницы». Посмотрите, у этой странички нет формы комментариев. Сейчас так настроены шаблоны WordPress, что в записях обязательно есть комментарии, а в страницах этих комментариев нет. Обратите внимание на то, что хестия дает нам возможность вот такого вот плавающего меню. Вот это меню нам тоже необходимо настроить так, чтобы у нас здесь был выход на, ну, например, ваш блог дополнительно, да, на группу ВКонтакте. И настроить мы его должны таким образом, чтобы у нас это меню было, отображалось как в футере, так и в самом хедере. Сейчас я покажу вам, как это делается, чтобы мы полностью прошли вот все эти дорожки. И обратите внимание на то, что здесь я установила плагин, который дает нам возможность поделиться этой страничкой. Настроила его таким образом, чтобы этот плагин у нас именно появлялся в настройках страниц, но не записи, потому что в записях на этом же блоге я делаю курсы. А вот уже когда делается курс конкретный, который человек получает после того, как он подписался на мою продающую страничку, вот в этом курсе нужна нам и форма комментариев, но в этом курсе нам не нужны вот эти вот кнопочки, потому что курс будет закрытый. Цель ваша – пополнение базы подписчиков. Если человек будет делиться этим курсом в соцсетях, то вы не получите какую-то часть своих подписчиков через форму подписки на этой странице. Я надеюсь, что это понятно. Итак, давайте приступим к созданию самой странички. Захожу в консоль тестового блога, на котором мы создаем эти страницы, и выхожу вот сюда, в страницы «Добавить новую». Называю свою страничку «Курс обязательных плагинов для блога». Выставляю сюда курсор и начинаю генерировать, то есть редактировать сгенерированную ссылку. Мы с вами установили плагин, помните, «Циртулад», который нам помогает сразу переводить с русского языка на латиницу. Но здесь у меня ключ – это 10 обязательных плагинов, поэтому я редактирую саму ссылочку, делаю её короткой и нормально читаемой. Окей, всё, ссылку мы с вами создали. Теперь в этой страничке мне нужно работать не в редакторе WordPress, то есть вот две вкладочки редактора WordPress – «Визуально» и «Текст», а работать вот в этой вкладке «Пейдж Билдера», то есть «Конструктора страниц». Я кликаю на эту вкладочку, так как страничка у меня была абсолютно чистая, то у меня здесь не требуется перевода какого-то материала в конструктор, поэтому конструктор открылся сразу. Что я делаю? Я вот сюда кликаю «Добавить виджет». И в этом виджете нахожу вот такой виджет, как «Сайт Ориджин изображения». Устанавливаю его, выхожу на редакцию этого виджета, выбираю картинку, ту картинку, которую я хочу установить здесь. Она у меня на рабочем столе. Вот она эта картинка. Открываю ее. Она загружается. Я ее оптимизирую, так как это и положено делать. И кликаю «Установить». Если вы обратили внимание, то в WordPress у нас выбор самого размера картинки идет прямо в консоль библиотеки Media File. Здесь у нас идет настройка внутри самого виджета. Размер изображения я выбираю полный. Почему? Потому что такой, какой он у меня есть. Потому что если вы выберете его, например, сделаете больше, то у вас пиксельность потеряется и будет размытая картинка. Но нам картинка должна быть крупной у нас, поэтому я выбираю полный. Выравнивание картинки я делаю в центре. Текста заголовка я не делаю. Положение заголовка. Заголовок я скрываю, чтобы ближе сама картинка подходила к верху заголовка. Alt-текст мы с вами уже написали. URL назначения мы тоже здесь не будем писать. Границу я убираю. Предпросмотр я смотреть не буду. Я прямо сразу же выхожу на кнопку «Выполнено». И вот у меня здесь практически уже создано, установлено, загружено изображение. Я могу кликнуть на кнопку «Просмотреть» и посмотреть, как оно у меня установилось. Видите, установилось оно, будем говорить, что достаточно хорошо, но вот в этом месте у меня нет никакого изображения. Это заполнение шаблона стандартное. То есть вот такой цвет основной выбран, малиновый, поэтому у меня здесь просто фон дан малиновый. Вернемся в редакцию страницы. И для того, чтобы установить изображение, кликаю «Установить изображение страницы», выбираю файл, тот, который я загрузила большой. Вот он у меня. Пишу «Открыть». Здесь его редактировать не надо. Просто пишем «Установить изображение». Вот оно у нас появилось. И еще раз давайте просмотрим нашу страничку. Вот теперь как она выглядит. Видите, она оформлена в едином стиле и смотрится достаточно хорошо. Теперь наша задача загрузить сюда HTML-код нашей формы. Что мы делаем? Мы опять добавляем виджет и выбираем вот этот виджет – HTML-код. Открываем его в редакцию. Это виджет у нас от WordPress. Поэтому вставляется сюда. Код формы вставляется обычным образом. Вот код формы мы установили. Я просто кликаю кнопку «Выполнить» и просматриваю, что у меня получилось. Как видите, форма очень хорошо и четко встала вот под эту стрелочку, которую я сделала. Для того, чтобы человек, прочитав вот этот призыв, заполнил конкретно эту форму. Все. Наша страничка с вами создана. Наша задача осталась только ее оптимизировать. Но еще раз повторяю, это не тема сегодняшней нашей статьи. И опубликовать. Опубликовываю страничку. Иду на просмотр самой странички. Вот она, эта страничка у нас появилась. Что нам осталось сделать? Нам осталось с вами установить здесь кнопки и поменять меню. Давайте мы сразу займемся меню. Меню. Такого созданного меню у меня нет. Поэтому я сначала его... Меню я называю «Главное». Пишу «Создать меню». И вставляю в это меню произвольные ссылки. Первая произвольная ссылка – это ссылка моего блога. Текст ссылки у меня будет называться «Мой блог». Кликаю «Добавить в меню». Открываю. Посмотрите, мне бы хотелось, чтобы это меню у меня открывалось отдельной вкладкой. Поэтому, если у вас здесь нет чекбокса «Отдельная вкладка», то зайдите вот сюда в «Настройки экрана», не выходя из меню. И поставьте в чекбоксике вот здесь вот цель ссылки. Поставьте галочку. У вас появляется вот такой чекбоксик «Открывать в новой вкладке». И еще одна новость, которая появилась у нас буквально сегодня. То есть это новое дополнение, которое нам предоставляет как шаблон «Хестия», так и «Вордпресс». Посмотрите, появляется вот здесь в меню такой плюсик. Мы нажимаем на этот плюсик, и у нас появляется возможность установить иконки. Вот так как блок у нас пишется, то вот я устанавливаю вот такой карандаш. Закрываю эту произвольную ссылку. Но сюда я могу еще добавить, например, ссылку, которая будет ввести на мою группу ВКонтакте. Этого я делать не буду, вы просто это уже сделаете дополнительно сами. Обратите внимание, что здесь надо вам показать области отображения. Это будет основное меню и меню подвала. И сохраняете меню. Теперь выходим сюда, обновляем страничку. И посмотрите, у меня здесь появилась ссылочка «Мой блог». Эта ссылочка появилась как в хедере, так и в футере. То есть мы установили ее и внизу, и вверху. Теперь нам осталось установить только кнопки. Давайте я вам покажу, как эти кнопки устанавливаются на уже готовой страничке, для того, чтобы мы с вами не теряли время. Захожу в консоль. У меня установлен плагин здесь, который называется «Add to any share button». Я его настраиваю вот здесь, в настройках «Социальные закладки». В социальных закладках я выбираю те ресурсы, которые я хотела бы здесь показать. Посмотрите, вот здесь очень много этих ресурсов. Я выбираю размер иконок 32 и показываю кнопки соцзакладок только под страницами. Заметки здесь я убираю, оставляю кнопки только под страницами, подписными страницами, те, которые мы с вами создали. Сохраняю изменения и просматриваю свою страничку. Как видите, сейчас мы с вами настроили здесь абсолютно все. Как видите, очень быстро создается такая страница. А еще если убрать все объяснения дополнительные, которые я вам рассказывала про меню и про настройку плагина социальных кнопок, то вы поймете, что создать такую подписную страничку на шаблоне кестия можно очень и очень быстро. Всего доброго. С вами была Смирнова Ирина. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok